Доброго вам, девушки, всем вечера. Итак, чем займемся сегодня? Во-первых, я вас пригласила. Мы будем сегодня с вами развеивать мифы о грузах. Я могу сказать, что наша сегодняшняя трансляция с вами частично посвящена новому набору курса для начинающих. Кто не знал, у нас мы объявили новый набор курса для начинающих. На какие-то моменты я не хочу обращать внимание, что у нас на курсе. Особенно это касается тех, кто уже где-то учились, либо до того, как попали к нам на обучение, успели понахвататься, успели, конечно же, успели чему-то научиться или не научиться. Я хочу, чтобы некоторые вещи вы усвоили до того, как приедете к нам учиться, а именно о грузах. Мне очень хочется, я очень надеюсь, что меня сегодня слышат все те, кто, если не услышат сегодня, услышат в течение суток. Все те, кто придут к нам на курс начинающих, чтобы вы со мной не спорили, пожалуйста, в процессе обучения, давайте начнем. Вообще, на самом деле, я сегодня написала очень длинную статью по грузам для однофонтурной машины. Просто дело в том, что количество символов в посте, к сожалению, моему ограничено. Поэтому мы только часть выложили сегодня. Если вам тема понравится, вы ставьте лайки, пишите комментарии, и мы продолжим тему. Вот здесь у меня, вот прямо за мной, стоит сейчас машина ЛК-150. Мы сейчас с вами поработаем на ЛК-150. Почему? Потому что, как только я опубликовала этот пост, мне в директ посыпалось, а вы знаете, у меня машина ЛК-150, а вы знаете, что она без грузов не вяжет. Да вы что мне хочется сказать? Серьезно? Как будто бы у меня нет машины ЛК-150, и я не знаю, что она прекрасно вяжет без грузов. Знаете, кто-то из вас подумает, вот вязать без грузов – это ее прихоть. Вот надо же ей выпендриться, да, вот поэтому она там призывает, давайте вязать без грузов. Я очень не люблю ответов «потому что». Вы знаете, ответы «потому что» меня выбешивают. Вот я когда где-то что-то читаю, и там пишут, надо делать так-то, так-то, так-то. А почему вам отвечают «потому что». Я за аргументы, я всегда за аргументы. Если я вам говорю что-то делать так или иначе, я вам аргументированно объясняю, почему нужно делать так или иначе. Ну что, готовы со мной попробовать? Почему попробовать? Потому что в Директ мне все очень много написали именно про ЛК-150, а моя ЛК без грузов не вяжет. Ну, я думаю, что моя ЛК ничем, друзья, не отличается от вашей, да? Ну, кроме того, что моя ЛК длинная, я ее удлиняла. Я где-то посмотрела на видео, что для английской резинки нужно максимальное количество грузов, то есть, что есть дома. Я ей подцепила блины по 2 килограмма от гантелей, сына с каждой стороны. Я не советую, блин. Что можно вязать на машине ЛК-150? Вы знаете, абсолютно все. Вы знаете, мне очень повезло с моими студентами. Я люблю своих студентов, потому что мне нравится, что ко мне приходят думающие люди, которые хотят думать, потому что они привыкли думать. И не воспринимают на веру всякие глупости. Я это очень в них люблю. И поэтому мне везет, у меня талантливые студенты. Итак, вот у нас машина с вами ЛК. Ну, у меня она длинная и длинная. Мы не будем сейчас с вами трогать длину. Вот у меня, собственно говоря, пряжа. Это обычная, ступрацетная шерсть. Выполняем набор меря. Для однофонтурного вязания, для кулирной глади, я хочу от своих студентов, чтобы вы забыли о грузах. Почему я так хочу? Вы научитесь быстрее гораздо понимать, какая плотность вязания вам требует. Установили плотность. Я предполагаю, что для этой пряжи плотность 4. В конце работы придерживаем последнюю нить. Итак, мы провязали ряд. Первые пару рядов. Так как у каретки ЛК нет щеток вивинга. Первые пару рядов, для того, чтобы щеткам, те, которые есть, было за что ухватиться, провязываем, выдвинув иглы в переднее положение. Итак, мы сейчас провяжем буквально 3 ряда. Как только вы почувствовали, что все за основанием машины полотно взошло, мы можем продолжить вязание. И продолжить вязание без грузов. Регулируем натяжение нити. И начинаем работать. Выводим каретку за зону вязания. Недалеко кареткой не размахиваем. Где-то сантиметров 5. И вот мы с вами вязали. Я вначале покажу вам без грузов, а потом я вам покажу с грузами. И объясню, почему я запрещаю своим студентам использование краевых грузов. Потому что мне хочется видеть красивые работы у моих студентов. Чтобы... Вот знаете, когда мне студентка пишет, что я зашла в своем изделии там куда-то там, и все сказали вау. Я хочу, чтобы ваше вязание, вязание моих студентов было именно вау. Итак, мы вяжем. Вот мы с вами вяжем, 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 вяжем. Вяжем, вяжем, вяжем. Покажи, пожалуйста, мисеводитель. Ничего не слетает. Ни краевые петли, ни центральные. Нигде ничего не слетает. Смотрите, мы имеем не просто полотно, видите, да? У нас одинаковые краевые петли. У нас ровное полотно, абсолютно ровное, без затяжек. Так вот, скажите мне, а зачем нужно использовать грузы? Для чего, если машина ваша прекрасно вяжет без них? Более того, в нашей школе мы учим студентов бесшовной сборки изделий. Для бесшовной сборки нужны идеальные края. Теперь мы с вами берем, предположим, да, вот то, что любят делать, то, чему любят учить, писать в инструкциях, там и так далее. Мы с вами берем краевые грузы. И физику же все в школе учили, да? Ну, думаю, да. Даже те, кто плохо учили физику, все равно хоть что-то помнят. Смотрите, для того, чтобы вам было понятнее и более наглядно, я возьму любую цветную нить. Возьмем и просто отметим ряд. Отлично, мы с вами отметили ряд. Навешиваем краевые грузы. Правда, я еще раз повторяю, зачем они здесь нужны, если полотно не слетает? Навесим грузы. Так мы с вами навесили грузы и продолжаем на поведение. Что ж, уже при небольшом провязанном участке вы можете видеть, что наша маркировочная нить выглядит... Вот знаете, есть улыбка, а есть антиулыбка, да? Это когда человек недоволен, он сворачивает губы в обратную сторону. Мы видим эту антиулыбку. Я не подкручивала нити водитель, я не меняла плотность, я ничего, собственно говоря, не поменяла, кроме того, что я навесила боковые грузы. А теперь давайте посмотрим, что произошло с нашим полотном. Если вам интересно, я могу даже взять сантиметровую ленту, чтобы вы увидели, что длина краевой петли увеличилась. Относительно вот этой она увеличилась примерно на миллиметр. И мы получаем более рыхлый край для нашей бесшовной сборки, которую мы учим студентов. Такой край уже не подойдет. Этот рыхлый край даст дырки. Если начать собирать нашим способом, этот край даст уже дырки. Это невозможно собрать уже красиво. Потому что каждая петля, она более вытянутая. Поэтому вы так часто видите, например, на фотоизделия, особенно кулирной гладью, когда боковые линии, они более вытянутые, они длиннее, чем центр. Так вот, зачем? Хорошо, давайте же вернемся. Кто-то скажет, а у меня вот на машине слетает. А теперь давайте разбираться, почему же на моей машине не слетает, а на ваших машинах слетает. Потому что я уверена, даже после сегодняшней демонстрации все равно кто-нибудь напишет, а моя машина сбрасывает. Это не ваша машина сбрасывает, это вы сбрасываете путем А. Неправильного подбора плотности Б. Неправильной регулировки нити натяжителя Давайте проверим. Для этой пряжи я использовала сейчас плотность 4 на моей ЛК-150. Давайте посмотрим, например, на ЛК, так как машина пластиковая, мне на ней в принципе жалко использовать меньшую плотность, потому что можно поломать иглы и их пяточки поотлетают. Ну, давайте уменьшим, скажем, на 2, на 2 единицы, что очень тоже вот большая ошибка начинающих, вы не умеете подбирать плотность. Что я имею в виду, когда я говорю, что нужно подобрать плотность? Вот мы с вами берем одну иглу и вытягиваем ее вперед и проводим ее вот сюда. То есть петля должна... Давайте вот так, чтобы было видно. При закрытом язычке петля должна не болтаться на головке иглы, а ее обволакивать, и не более того. То есть она должна свободно пройти, но не болтаться при этом. Итак, мы сейчас сделали меньшую плотность, установили плотность 2. Давайте повяжем на плотности 2. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что вязание пошло туже. То есть, если я до этого вязала свободно, то теперь мне нужно прилагать некоторые усилия. Я вам скажу, для пластиковой каретки это не айс. Вам машина подсказывает, что мне сложно, но наши упорные девушки все равно ее заставляют и добавить же. Хотя есть сложно. Я вам хочу сказать, что если вы попытаетесь сделать декировку петель, например, на 2, уменьшить на 2 петли или уменьшить, не дай боже, на 3 петли, то вы этого не сможете сделать, не поломав, не погнув иглы. И вам машина говорит, что не сложно. Но, тем не менее, посмотрите, все равно петли не слетают. Но ей сложно, и этого делать не нужно. Мы увеличим плотность. Мы вязали нормально на плотности 4. Здесь мы получили просто забитое полотно. Оно действительно забитое. И так, мы хорошо вязали на плотности 4. А теперь давайте же найдем ситуацию, когда петли слетают. Так вот, чтобы они начали слетать, мне нужно установить заведомо большую плотность. Давайте, например, обратимся к плотности 8. И обратите внимание, вот теперь я петли буду терять. Если вы хотите проэкспериментировать, можем проэкспериментировать. Часть петель буквально наезжает на головку иглы. Если я попытаюсь выдвинуть иглу, то петля болтается. И если я продолжу вязание на этой неподходящей плотности, что очень многие любят, кстати, делать для экономии пряжи, раз, и потому что вот я люблю рыхленько, то без оттяжки я петли начну терять. Кроме того, я получу неровное вязание и я начну терять петли. Означает ли это, что вы не можете провязать, например, вот так рыхло? Ну, хотите вы вот так рыхло? Если вы хотите провязать вот так, ровно и красиво, в принципе, да, и теоретически, и даже практически, как видите, ровно и плотно. Мы можем вязать бедочарь вот даже на этой плотности, при условии, что у вас хорошо отрегулирован нити-натяжитель. Еще самое распространенное у меня слетают боковые петли. Или у меня петляет по бокам. Чтобы у вас по бокам не петляло, следите за натяжением. Тоже недавно мне одна студентка из начинающих написала. Я долго не могла понять, почему же у нее там что-то петляет, почему же у нее не получается. Друзья мои, пряжа должна быть перемотана либо на конус, либо в подходящий клубок на специализированной моталке. Но ни в коем случае не в круглый клубок. Если у вас пряжа в круглом клубке прыгает по полу, либо вы ее некачественно перемотали, и она у вас опрокидывается и дергает, если у вас нити-натяжитель находится вот в таком положении, давайте его расслабим, вот в таком положении, какова вероятность того, что здесь будет петля да огромная, давайте проверим. Вот у нас болтается наш нити-натяжитель, он для этого и называется нити-натяжитель. Его функция натягивать, создавать натяжение согласно толщине пряжи. Именно поэтому на нем несколько значений. Вот мы расслабили нити-натяжитель, максимально и начинаем вязать. Опа! Конечно, у вас слетят петли. Смотрите, что, собственно говоря, что и произошло. Они слетели. Вязать, конечно, будет. Но то, что они у вас слетят, как они слетели здесь, бесспорно они у вас слетят. Даже при условии нормального натяжения вы все равно можете вязать ровное полотно. при крупных петлях. Но не бесконечно, а до тех пор, пока не перейдете на какое-то частичное вязание. Если же вы все-таки хотите провязать вот такое полотно, а. пряжа должна быть хорошо перемотана, б. пряжа должна быть пропарафинена. Друзья мои, если у вас не провязывают посредине полотна, еще там где-то, есть всего лишь два момента, когда не провязывается. Это первое. Вы неверно подобрали плотность. Вот можете обижаться, кто-то может сейчас даже обидеться, но это правда. Либо вы а. неверно подобрали плотность, б. либо вы используете неподготовленную пряжу. Либо вы имеете дело, например, вы работаете с пушистой, легкой пряжей. почему я сделала именно вот эту отсылку, что есть исключение. Кенмахер, какая-то пряжа, в которой, например, много пуха. Это может быть, например, коди пух, который очень цеплючий, клейкий пух, да, клейкий в кавычках. Понятно, что как клей он не клеится, но действительно он клейкий. Он дает сцепку между собой. Для того, чтобы не было безобразия, когда мы имеем дело с вытянутыми боковыми петлями, нам потребуется оттяжка, но обязательная оттяжка на всю ширину полотна. Например, если мы говорим о Балкалово, мне очень нравится, кстати, грузовка, имеет вот такие вот грузы. Ваша задача этот груз четко в ряд выгрузить, навесить на машину. грузы начинаем вязать. Грузы на ЛК достаточно тяжелые. Их можно в общем-то не укреплять с кошкой, если вы видите, что все хорошо вяжется, петли равномерно вытянуты, они будут у вас равномерно вытянуты в том случае, если вы навешивая гребенку, не как попало ее навесить, знаете, там косо наискать, еще как-то, если вы навесите ее ровно ряд в ряд. Мы имеем дело с четкими петлями, вы видите даже, как они опускаются после провязывания. Опа, опустились, опустились, опустились. И здесь мы имеем дело с одинаковыми краями и одинаковыми рядами. Они идут четко, четко, четко. Если бы пряжа была, например, более жесткая, то можно использовать груз кошку. Для этой пряжи он не нужен. Это излишняя нагрузка. Зачем она нужна? Кстати, от излишней нагрузки тоже могут слетать петли. В данном случае нам это не нужно. Мы продолжаем вязать прямо. Исключение составляют грузы, например, некоторые однофонтурные машины комплектуются такими гребенками, некоторые не комплектуются и вы их приобретаете отдельно, но, тем не менее, у многих из вас они есть. И вы знаете, я слышала вот такое мнение, а мне не нравится эта гребенка, потому что она там типа плохая. Это отличные гребенки. К чему она плохая, давайте разберемся. Она не плохая, она отличная. Итак, мы убираем вот эту гребеночку и берем вот такую. Вот эти гребенки, кстати, у меня их много, я их использую на машинах всех классов седьмого, пятого, четвертого, третьего. Почему? В чем у нее, например, может быть минус? Некоторые жалуются, что они слетают. Давайте поймем, почему она может слетать. Гребенка на самом деле очень легкая. Крючки зубья гладкие и расположены под неким углом. И из-за того, что она легкая, вот мы ее навешиваем. Для того, чтобы ее равномерно навесить, нужно постараться. Итак, вот мы ее навесили. Она висит. Она легкая. вот от малейшего движения, посмотрите, опа, и край отошел. Видно? В итоге здесь она вам сделала где-то затяжки, здесь она свалилась, и хуже того, бывает еще такое, что она у вас может застрять в каретке. То есть, если вы ее не поправите, то каретка проходя, будет небольшое колебание полотна, которое вы даже не увидите, но этого колебания будет достаточно, чтобы эта гребенка слетела еще и стала вот таким образом, и застряла в каретке, что может привести, кстати, к поломке. Итак, мы ее с вами навешиваем, как я сказала, гребенка отличная на самом деле, мы ее с вами навешиваем, и сейчас объясню сразу, почему мне она, например, нравится больше, чем вот эта гребенка, почему я считаю ее более удачной, провязывая каретка, даже если вы этого не видите, хотя это видно, создает колебание полотна, полотно колеблется, гребеночка может отойти даже просто от колебания полотна при резании. Чем хороша эта гребенка? Тем, что грузы кошки на нее можно навесить вообще в любом месте, и если вы используете, например, грузы кошки вот здесь по краям полотна, вы получите идеальную оттяжку. На этой гребенке вы располагаете ее, вы можете навесить дополнительно груз. Конечно, это здорово. Здесь вы можете навесить грузы вообще в любом месте. Вот он нужен вам. Хотите вы навесить три груза, вы можете навесить три. Абсолютно в любом месте вы можете их навесить. Это очень удобно, например, когда мы вяжем какую-то фигурную деталь. То есть мы начинали с широкого полотна, а потом мы постепенно с одной стороны убираем петли, убираем, убираем, убираем. И тогда мы будем говорить о балансе, о балансе деталей на иглах машины. То есть вам нужно, чтобы деталь, тем не менее, несмотря на то, что она уменьшается в одну сторону, сохраняла баланс. В убавляете петли здесь и передвигаете груз за счет своего очень легкого веса, практически невесомого. Здесь оттяжки нет, и она здесь есть. Есть вот здесь. Тогда как? Для того, чтобы соблюсти тот же самый баланс, имея вот эту гребенку, да, вот эту гребенку, вот мы с вами вяжем. Сейчас она расположена по центру. Сейчас она расположена по центру. А теперь представьте, что здесь мы с вами убавляем полотно. Для наглядности, как мы будем убавлять полотно, я просто, например, сброшу часть петель. Опа! Что получилось? Правильно, гребенку перекосило. Это естественно, потому что это та же физика, да? То есть, для того, чтобы ваша гребенка все еще оставалась по центру и создавала равномерную оттяжку. А посмотрите, что произошло сейчас. Здесь петли уже меньше, а здесь больше вытянуты. Вам нужно постоянно ее перевешивать. Тогда так, если вы обзаведетесь вот таким набором гребенок, то даже если ваша гребеночка села вот таким образом, как она у нас висела изначально, вот пусть она так сейчас повисит у нас, да? Вот она у нас висела вот таким образом. И по краям полотна у вас были грузы. то эту прекрасную гребенку, единственное, что нужно обязательно придерживать ее ручками. Вы навешиваете, у вас был груз вот здесь вот так и остается. Вы не перевешиваете гребенку каждый раз, а вам достаточно перемещать груз. Вы повязали вот здесь. Убавочку снова выполнили справа какую-то, да? Опа! Видите, перевесила и вы просто изменили груз. Либо передвинули вот этот, либо вообще вы можете убрать оба и оставить один в середине. Видите, наклон, наклон вправо еще раз, чуть-чуть ее сдвинули влево. И продолжаем наше вязание. Идя на обучение, получить решение типа для вязания глади используйте столько грузов. Для вязания того-то используйте столько грузов. Для вязания такого используйте столько грузов. В моей школе вы этого не получите. Мне хочется от студентов, чтобы вы научились вязать. Для того, чтобы вы научились вязать, я хочу, чтобы вы отбросили вот эти догмы и постулаты и начали думать аргументированно и начали действовать аргументированно. Как я вам сейчас аргументированно, да, я же вам аргументированно показала, почему, и наглядно показала, почему нужно делать, почему я делаю вот так. Я же вам не показала, что вот делаем вот так, потому что так нужно. Потому что я так делаю. А почему я так делаю? А может, я неправильно делаю? Для машин, у которых есть щетки вивинга, процесс вязания окулирной глади без грузов еще более прост. Там вообще нужно постараться, чтобы у вас сбрасывала петли. Я хочу, чтобы вы запомнили, что если у вас сбрасывают петли, виновата не машина. Если, конечно, при условии, что вы работаете на исправной машине. При условии, конечно, что вы, покупая, приобретая машину, не искали по принципу «у меня есть 20 тысяч, хочу классный бразер». И нашли электронный бразер, грубо говоря, и утрированно говорю, чтобы вы поняли мою мысль. Не нашли электронный бразер за 20 тысяч, схватили ее на радостях, а потом что-то пошло не так. При условии, что у вас исправная машина, то есть вы ее купили, либо новую, либо у проверенного продавца в хорошем состоянии. И у вас что-то не вяжется, это вы делаете что-то не так. Без груза в кулирную гладь вяжет абсолютно любая машина. Щетки вивинга махрятся частого использования. Как часто посоветуйте менять? Ну, на самом деле, я меняю щетки вивинга где-то в среднем раз в три года. При регулярном, при постоянной эксплуатации машины. У нас на каретке бразер внутри есть резиновые ролики. За что я люблю еще каретку бразер. Если вы одним щелчком, легким щелчком, то есть для этого достаточно уложить пальчик на резиновый ролик. И одним щелчком, опа, задвинуть его вперед. Видите, да, теперь вот этот ролик расположен ближе к игольнице, чем вот этот. При тонкой скользкой пряже эти ролики позволяют вязать без оттяжки. Так зачем использовать оттяжку, если эти ролики позволяют вязать без оттяжки? Они прекрасно прижимают полотно к зубьям машины. Они чертовски удобны. Одним движением пальца мы отодвигаем его назад, это при толстой пряже. И когда нам нужно, когда мы работаем с более тонкой пряжей, опа, мы его передвинули вперед. На машине бразер при использовании уплотняющих роликов я могу не использовать грузы. Понимаете? Потому что эти ролики достаточно плотно прижимают полотно к зубям машины. Что позволяет даже однофонтурный жаккард в том числе вязать без утяжеления. При вязании кидмахера я всегда использую грузы. Это обязательно, если мы хотим получить красивое полотно. Если пряжа толстая, то значит что? Расстояние шире, да? Она шире в миллиметрах. Правильно? Правильно. Значит ролики нужно наоборот отодвинуть. Если пряжа тонкая, то чтобы ролики до нее доставали, их нужно что? Придвинуть. Пряжа тонкая придвинули, пряжа толстая отодвинули. Это логично. Просто если вы при толстой пряже их задвинете, будет ли вязать каретка? Будет. Просто ей будет тяжело. Вы будете накладывать на нее излишнюю нагрузку. В общем-то с ней ничего не случится. Но ваши ролики быстрее износятся. Их нужно будет быстрее менять. Еще хочу сказать. Некоторые умницы рекомендуют скручивать щетки с каретки. Если вы собираетесь стать моим студентом, или уже им являетесь, но тем, кто являются, они знают, тем, кто собирается стать моим студентом, я категорически запрещаю отвинчивать щетки, прижимные ролики от каретки. Вот мне хочется сказать, давайте не будем строить из себя инженеров. Вы же не улучшаете ваши стиральные автоматы. Вы же не переделываете в вашей микроволновке, потому что вам кажется, что если вот эту штучечку открутить, то у машины, то микроволновка будет там поджаривать что-то лучше. Вы понимаете, что это может быть опасно для жизни. Так зачем вы лезете выкручивать детали от вязальной машины? Давайте, пожалуйста, определимся, что создает плотность полотна. Разве грузы у вас на ваших каретках, на моей, на вашей любой, на любой машине, есть ручка выбора плотности, регулятор ручка выбора плотности. Так вот, на плотность влияет, собственно, толщина пряжи и выбранная вами плотность на ручке выбора плотности. Вот и все. Плотность может измениться и не соответствовать выбранной плотности на регуляторе только в одном случае. Это если вы неправильно отрегулировали нить в нити натяжители. То есть, например, у вас либо натяжений абсолютно отсутствует, тогда получите неровные разболтанные петли, либо вариант 2, это когда вы слишком сильно затянули нить в нити натяжители, и нить подается настолько туго, что регулятор плотности не срабатывает со своей функцией вытягивания петли на заданную величину плотности. Как быть, если щетки постоянно цепляют пряжу и наматывают на себя? Хороший вопрос. Значит, если у вас щетки постоянно цепляют пряжу и наматывают на себя, то нужно не щетки скручивать, а найти причину, почему они у вас цепляют пряжу и наматывают на себя. Причин может быть всего лишь несколько. Ваша задача это исключить одну причину за другой, а не снимать щетки. Вот представьте, что у вас в автомобиле что-то стучит под капотом. Вы же не открываете капот и не начинаете выбрасывать оттуда детали. Ну, оно же стучит, может, оно не нужное, да? Либо, если вы разбираетесь, что у вас под капотом, находите причину самостоятельно, либо обращаетесь на станцию технического обслуживания, где специалисты открывают ваш капот вашего автомобиля и находят причину, что у вас там стучит. Точно так же и с машиной, и с кареткой. Если у вас пряжа наматывает на щетки, нужно найти причину, почему она это делает. И определенно что-то пошло не так. Первое, что может пойти не так, это самое-самое элементарное, что чаще всего происходит. Ну, на самом деле, их можно поставить на равные ступени, что чаще всего происходит. Это, например, вы вязали, 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 либо до вас кто-то вязал. Если даже вы не работаете с пуховой пряжей или с махеровой пряжей, либо любая пряжа оставляет какие-то ворсинки. Эти ворсинки постепенно забиваются в щетинки щеток. Иногда они забиваются настолько, что щетка перестает вращаться, либо вращается очень туго. То есть для начала убедитесь в том, что обе щетки вращаются одинаково. Я сейчас такого не делаю, а раньше я обучала студентов у них на дому. Сейчас такого не делаю, сразу говорю. Девушка, которая у меня училась, говорит, я сняла щетки, потому что вот они мне там цепляют. Потом я их убедила их одеть, потом она мне звонит и говорит, вы знаете, что она все равно цепляет. Я когда приехала, у нее щетка вообще не вращается. Если она не вращается, конечно же, она будет цеплять. Если в ней собралась грязь и пыль, она будет цеплять. Проверьте целостность. Всех механизмов. Проверьте, чтобы все ваши механизмы вращались и вращались одинаково. Если она не вращается, то ее можно открутить сразу и посмотреть. Второй момент, чтобы не откручивать сразу, вы берете вот этот крючочек и проверяете, а не собралась ли там пыль и грязь. Вот видите, да, у меня вот, я связала изделие одно пуховое. И посмотрите, вот он. Вот я вам скажу, что еще немножко пуха, и моя щетка начнет цеплять. Особенно, если вы связали несколько изделий, щетки, будьте любезны, щетки очистите. Бывает такое, что ниточка намоталась, ниточка завертелась вокруг щетки, и щетка перестает вращаться. Тогда такая щетка, конечно же, она будет цеплять и наматывать на себя и дальше пряжу. Хорошо периодически эту щеточку раскручивать. Здесь самая обычная крестовидная маленькая отвертка. Эту щеточку нужно периодически раскручивать и очищать ее от пыли и грязи. Но ни в коем случае не слушать вот этих вот русских кулибинных, которые говорят, давайте снимать щетки. И все понеслись, давайте снимать щетки. Второй аргумент, да, в пользу, давайте снимать щетки. Видите ли, щетки портят пряжу. Вы знаете, я вам так скажу. Если вы купили настолько паршивую пряжу, что ее портят даже щетки, может быть, это повод задуматься и подумать, что, может быть, из этой пряжи вообще не надо вязать. Давайте логично, что делают щетки. Они прижимают и создают трение. Так вот, это ли не показатель, если ваши щетки от трения закошлать или пряжу, которая еще на машине? Вы представьте, что с этой пряжей будет, когда вы ее поносите. Потому что ваши ручки постоянно трутся о бока. А еще мы носим на боках сумочки. А еще мы постоянно тремся. Вот здесь ручками вы представьте, что у вас или вы заказчику свяжете вот это вот изделие, которое у него превратится просто в какую-то мерзкую тряпку. И оно будет все в катышах. Может быть, не щетки нужно снимать, а просто пряжу это выбросить. Начали снимать щетки с японских машин еще в 80-х в наших советских ателье, потому что использовалась пряжа не далеко не лучшего качества, потому что просто другой не было. Но сейчас-то вы можете купить пряжу шикарного качества по очень доступной цене, например, в магазине City of Yan, который заботится о том, чтобы у моих студентов была классная, свежая пряжа и при этом по доступной цене. Поэтому щетки, пожалуйста, я надеюсь, что меня все услышали, кто придет к нам на обучение, щетки не снимаем. Вторая причина – это неправильно отрегулирована пряжа в нити-натяжителе. Если пряжа болтается у вас в нити-натяжителе, она будет петлять лишние нити. Деваться некуда. Естественно, лишняя нить, куда она мотается? Она мотается на щетку, правильно, потому что вращающийся механизм, логично, что он намотает. Второй момент. Например, если у вас слишком тугое натяжение в нити-натяжителе, то щетка, скорее всего, тоже намотает, потому что пряжу будет тянуть и щетка будет стопорить, стопорить и в итоге намотает. И еще один момент. Например, вы используете пряжу пушистую, такую, как кедмахер, либо, например, с козьим пухом, когда пряжа очень пушистая, она тоже может намотаться на щетке при условии отсутствия натяжения должного. И здесь мы говорим не только о натяжении в нити-натяжителе, но и натяжении. Если вы отмахнулись от проблемы, это не значит, что вы научились вязать. Это не значит, что вы нашли причину, почему. В следующую нашу тему мы с вами рассмотрим вязание на однофонтурной машине. Давайте начнем с однофонтурной. Прессовых переплетений, жаккардовых переплетений и панчлейса, и создание натяжений и грузов при этих переплетениях. Если вам интересно, то пишите комментарии, ставьте лайки под постом, для того, чтобы я понимала, что вам это интересно, потому что, если нет, то, в общем-то, мы можем с друзьями просто поговорить о том, о сём, о том, как весело живём. Я могу не утруждаться, собственно говоря, и не рассказывать о таких вещах на прямых эфирах. Поэтому, если интересно, то комментируйте, шлите ваши сердечки. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо и всем до новых встреч. Ну, а сейчас я должна сказать, с вами была школа вязания и я Лора.